Ровно два года назад, 30 декабря 2013-го, 8.23 в Дзержинском районе Волгограда прогремел взрыв. Бомбу в тротиловом эквиваленте мощностью около 4 килограммов в троллейбусе номер 15А провел в действие террорист-смертник. Взрыв произошел на следующий день после взрыва на железнодорожном вокзале и стал третьим террористическим актом, произошедшим в Волгограде в 2013 году. В результате теракта погибли 16 человек, еще 25 пострадали. Сегодня в памяти о жертвах на месте трагедии прошел траурный митинг. Репортаж Анны Короховой. Морозное декабрьское утро. Горожане торопятся на остановку, чтобы успеть на утренний троллейбус. Как всегда, он должен без задержек и пробок доставить всех пассажиров по назначению. Одних на учебу, других на работу, кого-то в магазин за продуктами к новогодним праздникам. Так было и два года назад. 30 декабря 2013-го жители Волгограда спешили на троллейбус номер 15А, который шел по маршруту в больничный комплекс «Центр». Но для 16 пассажиров эта поездка стала роковой. Все они погибли в результате взрыва, который свершил террорист-смертник, приведя в действие взрывное устройство. Еще 25 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Я сел на 127-м квартале. Это две остановки отсюда. Ну а потом вот не доехали, здесь взорвались. Но меня волной выбросило на улицу. Я вот здесь оказался на асфальте. А потом оказался военном просветлении. А выжили, вот мы сели на последнюю площадку на 127-м квартале. Я и двое мужчины. И девочка на передней площадке сироты. Им повезло, они выжили. А все, кто в середину сели, на моей даже остановке, все погибли. После трагедии на месте взрыва был установлен памятный знак. Мы теперь приходим, почтить память невинно погибших. А сегодня, в годовщину теракта, память погибших пришли почти все, кто помнит и скорбит. Траурный митинг собрал несколько сотен человек. Возложить цветы к памятному знаку пришли друзья, знакомые, родственники погибших, а также неравнодушные волгоградцы. Не хотелось бы, чтобы эти трагедии повторялись. Поэтому мы приходим в знак протеста против тех, кто это делает. Мы это пережили в 42-м, в 43-м году. И не хотим, чтобы это повторялось. Поэтому вот эта трагедия, это повтор той боли, которая была в 42-м году, когда 40 тысяч в одно мгновение погибли.